Тут я шкафы отмыла, но всё было в плесени. Вот по краю, тут уже ничего не отмывается, я ничего не могу сделать. Теперь её вечный спутник в новой квартире – плесень. Наталья Кузьмина заселилась в новостройку пару лет назад и сразу заметила, что в жилье постоянная влажность. В ванной грибок, а двери от сырости разбухли настолько, что с трудом закрываются. С такой же проблемой столкнулись жители ещё нескольких новостроек. В подвале постоянно вода, а в мыслях у людей – смятение. Постоянное чувство тошноты. Вот ночью я просываюсь от того, что меня тошнит. Идёт запах. Это метан, сами понимаете, это углекислый газ, и всё это идёт отравление. У нас ребятишечки маленькие родились, вот три у нас грудничка родились, и они тоже всем этим дышат. Со своей бедой куда только не шли, в том числе в общероссийский народный фронт. Специалисты ОНФ неоднократно приезжали, чтобы выяснить, в чём проблема. Вот и сегодня первым делом направляются к месту, где стоят насосы. Насосы сейчас только не конкурация, для которых измельчитель нет. То есть они справятся? А? Они справятся? Да. Ещё в прошлом году проблема была именно в насосах. Мощности не хватало, чтобы откачивать канализационные воды. В итоге они прямым потоком стекали прямо в гусёлку, из которой набирают воду местные дачники. Но насосы заменили на более мощные, а подвалы в домах затапливать не перестало. Оказалось, проблема не только в канализации. В прошлом году ещё делали пробы. И пробы тогда уже показали, что уровень залегания грунтовых львов очень близкий к поверхности. И естественно, в февраль-март месяц – период таяния снегов, и идёт повышение уровня грунтовых вод. Когда начали строить дома и взяли пробы для обнаружения грунтовых вод, всё было в порядке. Но тогда год был засушливым, и почва просохла. А вот теперь, после многочисленных осадков, проблема проявилась. Решать её будет компания-застройщик. Мы заключили договор с проектной организацией на дренажные работы по отводу грунтовых вод. Он готов, проект. И сейчас, в данный момент, находится на согласовании с другими организациями, у которых рядом находится коммуникация. Как только согласуют проект, приступят к реализации. А представители Общероссийского народного фронта обещают продолжат следить за тем, как решают проблему. Помогут и с другими вопросами, которых у жителей новостроек в юбилейном оказалось немало. Мы записали основные вопросы, какие есть. Если в прошлый раз мы обращались в Министерство природоохраны и прокуратуре Министерства природоохраны, то сейчас у нас вопрос по строительному мусору – это вопрос к ЖКХ министерству, вопрос по горсвету – это к администрации города. Сегодня основные проблемы микрорайона Цветочный – отведение грунтовых вод, уличное освещение и завышенные тарифы управляющей компании. Решить их нужно как можно быстрее. Социальное недовольство с каждым днём растёт всё больше. Но, видимо, сделать это смогут только при постоянном контроле. Елена Петрова, Александр Бачков, Саратов, 24.